итак поговорим немножко о политике начала и первой половины 18 века в россии когда внезапно умер петр второй то в россии возникла борьба партии и как пишет долгорукий автор интересной книги где собранные данные по крупным дворянским фамилиям россии 18 начала девятнадцатого веков пишет что по сути было три партии партия долгоруких партия русская и партия немецкая причем что интересно что то что называют русской партией это основа были голицыны и кстати большинство из них очень многие представители этой семьи были тайно крещены в католичество то есть я бы назвал их особенно с счетом того что эти голицыны выходцы из вообще-то изначально из литовского княжества я бы назвал это пульской партией а не русской русской как бы вот и не было ну то есть вот это наверное продолжение линии царевны софьи да вот петр он ориентировался на англо-голландскую европу а царевна софья на польско-австрийскую католическую то есть если бы допустим победила она то была бы иная политика а политика петра привела вот к войнам со швецией и прорубания окна в европу в основном в северную европу и к тому что мы знаем что именно реализовалась в истории интересно что нам вот говорят о том что того же льва николаевича гумилёва почитать якобы понятие комплементарности то есть одни народы между собой взаимодействует хорошо а другие с другими взаимодействуют народы плохо и вот с католиками якобы у нас комплементарности не было с прессантами она была но я все-таки думаю что это было навязано сверху и до в общем 18 века вот до серьезных каких-то ужесточений в этом вопросе многие аристократы например переходили в католичество не только долицы но и долгорукие никаких проблем это не вызывало а вот потом за это стали преследовать браки были только между скажем теми же романовыми только с протестантами тиранами немножко с англикан ладно возвращаясь к теме борьбы против после смерти петра второго значит мы видим три партии партия долгоруких которые по словам самого же долгорукого автора этой сводной работы представляли исключительно собственные так сказать частные интересы интересы семьи и не озабочивались большой политикой была партия так называемая русская который я бы назвал польской голицыны и же с ними была партия немецкая там были не только немцы было много и русских но люди которые сделали ставку на реформы на петровские преобразования значит долгорукие они как-то быстро сошли со сцены и примкнули к голицынам там был верховный тайный совет в котором доминировали долгорукие голицыны но почему-то руководил один из рода голицына всем процессами вот тогда было решено ограничить монархию до некими кондициями условиями то есть некую такую айсократическую конституцию прописать когда мы по образцу польши они ориентировались на польшу было как бы выбор и выбрали вот анну ивановну герцогини курлянскую считали что она женщина смирная тихая и все будет выполнять что ей говорить верховный совет ну как мы знаем из истории произошло несколько по другому сценарию события пошли немецкая партия активно поддержала именно самодержавные стремления окружения анны иоанновны ее поддержал также гвардии мелкое дворянство и в итоге верховники были посоромлены и большинство из них отправили ссылку или сложили свои головы на плахе